Добрый вечер, Гомель! Мы поговорим о погоде. Ну вот согласитесь, все-таки эта тема, особенно в последнее время, волнует каждого из нас, а тем более еще сегодня и Международный день метеоролога, и наша программа поздравляет всех, кто имеет отношение к этому профессиональному празднику. Вы знаете, дорогие друзья, нам очень интересно ваше мнение, как вы относитесь к прогнозу погоды. Ну вот где вы его узнаете? По каким, может быть, приметам вы определяете, какой будет погода? Звоните в студию, пишите в Вайбер, а пока вы собираетесь с мыслями, я поговорю с нашим психологом Людмилой Тутыниной. Ведь все-таки, согласитесь, погода – это один из факторов, который влияет на наше настроение. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Вот скажи, ты согласна, что наше настроение все-таки очень зависит от солнца, ветра и дождя? Согласна. Коротко и ясно. Согласна. Ну, а как тебе вот такая вот аномальная весна, вот несмотря на то, что сегодня все-таки 23 марта, уже за окном сугробы, мороз? Наташа, знаешь, я сейчас озвучу мнение, которое совершенно будет непопулярно. Мне очень нравится эта погода. Я очень люблю снег. Почему? Я сибирячка. И мне не хватило вот этого снега, которого не было, например, в ноябре, в декабре. И сейчас я просто наслаждаюсь этой погодой. Ну, а потом я придерживаюсь какой точки зрения? У погоды нет плохой… У природы. В всевозможных сайтах по несколько раз в день пытаемся, вот, знаешь, многие пытаются сами угадать вот погоду на ближайшие дни, да, причем, знаешь, по самочувствию, а кто-то вообще по народным приметам. Вот мне интересно твое мнение. Откуда вообще такой ажиотаж у людей? Есть ли какое-то вот у тебя объяснение такому массовому вот этому увлечению погодой, а точнее вот ее прогнозами? Наташа, люди хотят стабильности, хотят предсказуемости. Но на самом деле, если мы живые и если мы трогаем пульс и у нас что-то бьется в груди, то мы должны точно знать, никакой предсказуемости в жизни нет и никакой стабильности быть не может. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы всегда была теплая погода или всегда вода текла из крана, да, мы хотим, чтобы на улицах никогда не было дождя или всегда, чтобы растения произрастали вот только вот так. Так не бывает в жизни, вот. И что касается по поводу того, насколько мы зависимы, Наташа, мы же не острова в океане, да, мы зависимы буквально от всего. На нас влияет все, и мы на все это влияем. Но что я хочу сказать? Да, на нас все влияет, но у нас есть механизм для переработки любой ситуации, механизм для приспособления к любой ситуации, и не нужно этого бояться. То есть то, что люди сегодня так интересуются погодой, вот этот ажиотаж, ты считаешь это нормальный? Наташа, народ интересуется, знаешь, еще чем? Самые посещаемые сайты, где курс доллара можно узнать, где можно узнать новости, то есть что же происходит в мире, да, и естественно погода. Но, как я сказала, мы не можем предсказать вот эту будущую обстановку, все меняется, все меняется настолько, боже мой. Ну, хорошо, завтра будет жарко, жарко, послезавтра будет дождь. Мы можем спрогнозировать, что будет через неделю с вашим настроением или с настроениями большинства людей, которые на вас влияют. Все непредсказуемо в этом мире, и к этому нужно быть готовым. Вот как-то вот так вот. Но ты часто вообще вот в последние дни слышишь разговоры о погоде, о том, что... Наташа, очень часто. Где бы я ни была, заходишь в маршрутку только о погоде, зашла в магазин о погоде, пришла на передачу снова о погоде, да что это такое? Вообще, знаешь, считается, что прогноз погоды это самая такая рейтинговая тема для разговоров у пенсионеров. Вот так ли это, мы поговорим об этом с нашими следующими гостями, но, ты знаешь, после того, как послушаем, как они поют. Дорогие друзья, сегодня с нами на добром вечере участники вокального ансамбля «Ретро» Народного клуба пожилых людей «Прометей». Встречайте, пожалуйста. Опять весна украсила природу, опять меня встречают первоцветы. Пришло теплое и зимная погода, пришла весна пора любви и света. И груша старая и молодая вишня, цветами словно облаком одеты. Сиротка-дичка, да, дорога вышла любовью и надеждою согрета. Давным-давно я в доме там не был, а птицы разрываются от песен. Березы белые и голубое небо, и ты, любимая, мое полесье. Березы белые и голубое небо, и ты, любимая, мое полесье. Березы белые и голубое небо, и ты, любимая, мое полесье. Известного поэта Геннадия Говора, скульптора, архитектора, известного. А музыка авторская. Спасибо вам большое. Вы знаете, я бы хотела, наверное, Валентина Александровна, чтобы вы представились нам. Вот расскажите про участников, которые сегодня в нашей студии. Ведь это только малая часть ретро. Да, ну, я руководитель этого ансамбля, Валентина Королёва. Это участница Светлана. Чей голос мы только что слышали. Светлана Васильевна. И, наверное, у нас будет ещё один участник, потому что... Пригласите? Да. И я хотела бы ещё пригласить одного участника, Витошкина Виктора. Виктор Петрович, встречайте, пожалуйста, Виктор Петрович Витошкин. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер вам, Виктор Петрович. Добрый вечер. Вот, очень рады вас слышать и видеть. Ну, расскажите нам про ретро в двух словах, кто сегодня его участники и что это вообще такое за коллектив. Да, коллектив организован в этом году. Десять лет исполняется, как он организован. Входит он в один из кружков клуба «Прометей для пожилых людей», которым руководит Еловая Лидия Степановна. В коллективе 14 человек. Половина мужчин, половина женщин. То есть это вообще только... Это вокальный ансамбль. Вот. Ну, в программе нашего концерта... Ну, я знаю, что вот у вас в репертуаре ретро... В репертуаре у нас несколько ансамблей бывает и сольные номера. Нет, я имею в виду, что у вас 200 песен есть в репертуаре, которые написаны именно вами. А, у нас разные программы. Я пишу на стихи поэтов Гомельщины около 200 песен уже. Дорогие друзья, вот просто вдумайтесь. Более 200 песен на стихи поэтов Гомельщины. Аплодисменты, мне кажется, заслуживает этого. Спасибо большое. Программы имеют разные направления. Концерты бывают духовного направления три раза в году. На Пасху, на Покрова и на Рождество. Я 10 лет назад познакомилась с Копосевой Тамарой Васильевной. Она иконописец и около 60 сборников. Дочь у нее тоже музыкант. Им тоже мы пишем песни и поступаем по библиотекам, университетам. Ну а какой возраст, какой возраст ваших участников? Так, возраст, ну поскольку этот клуб для пожилых людей, поэтому у нас моложе 70 нет. У нас в нашем коллективе 14 человек, только трое имеют 70 лет. Все мужчины 80 лет, вот самому старшему 83, женщинам 75, 76, 79. Ничего себе, я вот хочу спросить. Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Я выступил на 81 год. А, 81 год, вам 81? И вы там... Вы очень хорошо выглядите, аплодисменты, мне кажется, это заслуживает этого. Скажите, пожалуйста, Виктор Петрович, вот ваше самочувствие, оно зависит от погоды? Вы, вот как-то влияет на вас хорошая или плохая погода? Изменение погоды мой организм не воспринимает. То есть, я такое... Все нормально. Такое редко бывает, я слышу. Но при такой занятости, о которой сказали наши уважаемые гости, реагировать на погоду это просто невозможно. У меня такое вот ощущение. Потому что они такие, мимо концертов... Репетиции, как я понимаю. Помимо репетиции он много трудится на огороде, на даче. То на огороде, то на даче, то на концертной площадке, какая погода. Здоровое питание, творчество. Светлана Васильевна, а вот скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то приметы? Ну, например, вот послушайте, ноги крутят, голова болит к дождю. Вот какие-то такие вот личные барометры. Вот реагируете вы как-то на барометры? Да, головные боли, да. Головные боли к чему? И так вот они как-то под утро. И я уже так понимаю, что да, день уже будет неприятный. То есть пасмурный какой-то, да? Да, пасмурный. То есть ваш личный барометр есть у вас, да? Тогда вот пою и дома. Тогда поднимаю свое настроение собственными песнями. Спасибо большое. Вы знаете, дорогие друзья, сегодня тема нашей программы напоминает прогноз погоды. И нам очень интересно, как вы относитесь к прогнозу погоды. Поэтому звоните в студию 34 22 43 и пишите в Вайбере. У нас есть сообщение. Мне кажется, очень интересно узнать, что об этом думают наши телезрители. Вот Роман пишет, что у него настроение резко портится перед дождем. Значит, самая верная примета, считает Роман. Елена говорит, что ее барометр – кошка Лизочка. Она к дождю прикрывает лапой нос. Вот так вот, да. Такого я еще не слышала. А вот Анна сообщает, что она слушает вечерний прогноз на завтра, утренний – на сегодня, смотрит на домашний градусник, потом все это суммирует и выбирает, что надеть. Дорогие друзья, эти аплодисменты для вас. Спасибо вам большое за сообщение. У кого есть свои мнения, звоните в студию, рассказывайте. Кстати, сегодня мы разыгрываем пригласительные билеты на самые разные мероприятия. И вот первый билет на двоих человек на вечер русской культуры, который пройдет 29 марта в городе Гомеле, в городском центре культуры. Кстати, этот концерт посвящен Дню единения народов Беларуси и России. И гость вечера – народный ансамбль песни и танца «Путевка» из Брянска. Еще раз повторю, 29 марта. И вот этот пригласительный билет, который вот сейчас покажут наши режиссеры, этот пригласительный билет достанется тому из вас, кто первым правильно ответит на вопрос о погоде, дорогие друзья. Итак, слушайте внимательно. Вот известно, что есть три основных показателя погоды, от которых зависит наше здоровье и безопасность. Это атмосферное давление, это температура и ветер. Итак, вопрос. Какой столб показывает атмосферное давление? Вопрос очень легкий. Вы просто внимательно еще раз послушайте его. Какой же столб покажет атмосферное давление? И ждем ваших вариантов ответ по телефону 34-22-43. Кстати, билет. Вот этот пригласительный билет получит автор правильного ответа. А вот, кстати, Дарья нам написала, пока я тут разговариваю, разговариваю все, рассказываю, объявляю конкурс. Дарья написала, что она периодически смотрит прогнозы, слушает прогнозы, но всерьез их не воспринимает. Вот есть и такое мнение. Итак, дорогие друзья, когда же придет настоящая весна? Мне кажется, это вопрос, который интересует сегодня всех. И вот вообще, какие прогнозы дают метеорологи относительно паводка? Каким будет лето в текущем году? Да и вообще, верят ли, мне интересно, синоптики в народные приметы? Давайте поговорим об этом с нашим следующим гостем. Я хочу пригласить в студию начальника Гомельского областного гидрометеоцентра Вячеслава Владимировича Жукова. Встречайте, пожалуйста, дорогие друзья. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович. Присаживайтесь, пожалуйста. И вы знаете, вот спасибо. Спасибо вам за то, что вы в свой профессиональный праздник пришли сегодня на прямой эфир. И примите, пожалуйста, поздравления. Спасибо. От нашей программы. Поздравления днем метеоролога. Вячеслав Владимирович, вот согласитесь, что все-таки прогнозы метеоролога, это действительно очень важно. Очень важно для каждого, кто собирается выйти из дома. Так же важно, как для экономики вообще всей страны и в целом. Вот вопрос, который волнует сейчас каждого, кто смотрит нашу программу. Когда же придет весна, настоящая весна в Гомель, в Беларусь в этом году? Вы знаете ответ на этот вопрос? Человек так грустно посмотрел на психолога. Я попытаюсь вам немножко объяснить. Понятие весна есть два толкования. Это календарная весна. Все мы знаем, что она приходит 1 марта. А есть еще такое понятие, как климатическая весна. То есть когда наша среднесуточная температура будет выше нуля. То есть положительная. И ночная, и дневная, и утренняя. В среднем, чтобы она была выше нуля. Вот тогда приходит климатическая весна. Вы сейчас про какую спрашиваете у меня? Про климатическую? Про весну климатическую, да. Когда все срастется. Я так понимаю, что сейчас еще, наверное, рановато об этом получается говорить. Абсолютно верно. Но единственное, что уже в всяком случае завтра днем все наши телезрители, вы запах весны уже услышите. Потому что с завтрашнего дня стабильно уже в дневное время будет положительная температура. Хотя ночью еще будем мы наблюдать отрицательное. Но завтра как-то так уже переломный момент, который нас очень сильно приближает к весне. Я надеюсь, что где-то через неделю уже запахнет еще сильнее весной. Вы знаете, сколько людей сейчас вот такими же бурными аплодисментами, как и наши зрители, да, восприняли эту новость. Наконец-то, наконец-то мы, вы знаете, как в том день сурка, в том фильме, да, вот мы сейчас вот наконец-то услышали хорошую новость. Ну, а если серьезно, вот говорят о том, что творится вот за окном, да, вот последний месяц, мы как-то привыкли употреблять слово, вот эту характеристику, аномальная весна. Всю зиму вот как-то нам прослала вот эти крайности. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько вообще нормальны такие перепады? С чем она связана такая весна? Бывали вообще подобные вот аномалии в истории? Вы понимаете, два последних года нас немножко разбаловали. Мы забыли, что такое снег в марте. Мы забыли какие-то климатические явления. Мы забыли, что такое паводковая ситуация. Вот, вот эти передачи, которые постарше, я думаю, все подтвердят, что снег в марте не такая, это уже новость, не такая, это уже редкость. Тем более, ну, я вам скажу, рекорд такой наш по Гомельской области, это был в 1068 году. У нас в городе Жлобине в начале марта была температура минус 32 градуса. Ой-ой-ой, в марте? Абсолютно верно, в марте. Минус 16, минус 12, минус 6, это не редкость. А такие сугробы, которые и снегопады, я такого не понимаю. В 2011 году, 21 марта, на нашей области, на территории области, были такие сугробы, что целый коллапс был для транспорта. А последние два года мы забыли, что такое сугробы, поэтому мы на сегодняшний день удивляемся. Никаких здесь нет аномалий, ну, задержалась немножко весна, но снег немножко задержался. Здесь ничего не странного, нет ничего необычного. Спасибо большое. Мы сейчас продолжим разговор. У нас есть телефонный звонок, и мне подскажет ответ на вопрос. На вопрос, дорогие друзья, нашего конкурса. Я хочу еще раз напомнить этот вопрос. Какой столб показывает атмосферное давление? Вот как вы считаете, это не слишком легкий вопрос для наших зрителей. Но сейчас послушаем ответ. Если бы вы слово «столб» немножко еще в суффикс добавили, немного мягче его произнести, я думаю, да, то, наверное, сразу понятнее бы стало. Ну, послушаем, что скажет наш телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня зовут Ксения Линфин. Я хочу попробовать, может быть неверно, определяется барометром миллиметр артутного столба. Итак, какой столб? Назовите это слово, какой же столб показывает атмосферное давление? Ну, Ксения, вы... Ртутный, ртутный. Ртутный столб, дорогие друзья, аплодисменты. Ну, это правильный ответ. Ксения, ну, извините, может быть, такой вопрос был слишком легкий, вы так старались, но в любом случае нам приятно, что вы позвонили, ответили, и вот этот пригласительный билет, это да, он ваш, так что обязательно, обязательно его заберите. Спасибо вам большое, Ксения. Мы продолжаем прямой эфир, сегодня говорим о погоде. Напоминаю нашим зрителям, самое время объявить еще один вопрос конкурса, ну, чуть-чуть посложнее. Дорогие друзья, вот смотрите, вот мы сейчас говорим о погоде, сегодня Всемирный день метеоролога, и вот самый вопрос такой, мне кажется, актуальный, вот смотрите, температуру измеряют чем? Чем измеряют температуру? Градусником. Термометром, правильно, да? Все верно. Так, давление чем измеряют? Ну, вот это вот. Тонометром. Прибором. Барометром, правильно? Все верно. Вот вы не подсказываете, да, Михаил Владимирович? А вот вопрос нашего конкурса, дорогие друзья, каким же прибором измеряют скорость ветра? Внимание, скорость ветра. Каким прибором сегодня пользуются метеорологи для того, чтобы измерить скорость ветра? Вот эту самую 3,6 метров в секунду, то, что мы, в принципе, ищем всегда в прогнозах погоды. Итак, автор правильного ответа получит пригласительный билет на двоих на спектакль «Баба Шанель», который пройдет в Гомеле на сцене городского центра культуры 25 марта. Телефон 34-22-43. Мы ждем ответ на вопрос, каким прибором измеряют скорость ветра. И вот, кстати, насчет погоды. Есть сообщение в Вайбере от Марата. Погода очень важна для автомобилистов. И вот, кстати, вопрос, наверное, для вас, Вячеслав Владимирович. От чего все-таки зависит точность прогноза погоды? Вы знаете, чтобы ответить на ваш вопрос, в рамках вашей передачи нам просто времени не хватит. Точность прогнозов зависит, во-первых, от тех источников первоначальных данных, которые дают метеостанции. Но если здесь еще более-менее все понятно, сюда же учитываются и данные спутников, и высотное зондирование атмосферы. Ну, это очень долго рассказывать. Но в итоге, когда все эти данные суммируются, за них уже берется синоптик. И вот он уже, чтобы это была не слепая математика, он уже не столько расшифровывает, сколько корректирует. Корректирует очень много, вы знаете, более 300 параметров учитывается при этом. Невозможно это все рассказать. И вот уже роль синоптика очень важна в этом процессе. Потому что это зависит от его знания, от его опыта, от его практических каких-то навыков. То есть зависит от точности измерений климатических каких-то факторов и от работы синоптика. Я бы так сказал. Я думаю, от профессионализма синоптиков зависит очень прогноз погоды. И, кстати, напоминаю, что сегодня Международный день метеоролога. Дорогие друзья, у вас есть возможность позвонить в студию, написать в Абере и поздравить всех знакомых и незнакомых синоптиков с этим профессиональным праздником. Ну, мы продолжаем прямой эфир. И мне кажется, важный вопрос, который волнует наших зрителей, это поводок. Вот какова ситуация, учитывая вот эти сугробы, учитывая вот эту вот позднюю весну, что вообще прогнозируете, что обещаете? И какой вообще будет весна? И будет ли она вот или сразу лето? Это вопрос, который люди задают. Давайте про поводок сперва. Скажу вам откровенно и честно, что на сегодняшний день еще очень рановато, учитывая такое обелие снега, давать уже какой-то окончательный прогноз. Про поводок, да? Да, про поводок. Ну, предварительно уже можно сказать следующее, что в этом году поводок ожидается, уровень воды ожидается выше, чем средние годовые за последние несколько лет. Особенно это будет проявляться в бассейнах реки Днепр. Там повышенный уровень воды ожидается на значительной территории. Но также это коснется и Сажа на отдельных участках, в том числе прогнозируемый на территории города Гомеля. А также река Березина. То есть надо быть готовым. Буквально еще через некоторое время наши коллеги из России дадут более точные данные. Вы понимаете, тут зависит еще от многих факторов, в том числе и от запаса воды в снеге в Российской Федерации. И вот сейчас как раз в эти дни собирается вся эта информация. Мы ежедневно выкладываем эту информацию, даем ее. Поэтому я бы не хотел сегодня просто так говорить, не оперируя конкретными цифрами. Поэтому буквально через неделю, буквально через неделю у нас эта информация уже будет более точная. Но поводок будет. Поводок будет. И уровни воды будут подниматься и до высоких отметок, и до опасных отметок. В общем, стоит готовиться. Готовится к водке. Не надо себя обманывать, что сразу наступит лето, жара. Я не думаю, что стоит драматизировать, но готовиться надо. Но тем более все наши службы, МЧС и очень многие службы уже к этому готовы. Уже и проходят учения, так что беспокоиться, я думаю, населению не стоит. Спасибо, Вячеслав Владимирович, вам огромное за объективность и за откровенность. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Я думаю, это автор еще одного правильного ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Ребор называется анимометр. А мы сейчас узнаем точно или правильно. Это вертушечка с чашечками. И показывает скорость ветра. Спасибо большое. Я, если правильно, вот сейчас попробую предположить. Герасим, да? Это наш телезритель Герасим? Нет, это Николай. Извините, Николай. Вот вы похожи очень голосом на нашего, да, постоянного телезрителя. Николай, спасибо, что позвонили. Вы знаете, эти аплодисменты для вас, потому что вы правильно ответили на вопрос. Чем действительно измеряют скорость ветра? Это анимометр, такой прибор. И этот пригласительный билет на двоих человек на спектакль «Баба Шанель», который пройдет на сцене ГЦК 25 марта, достается вам. Оставьте координаты редактору и отдыхайте, развлекайтесь культурно. Ну, Каша, на справедливости ради нашему телезрителю скажу, что вопрос действительно очень сложный. И очень мало кто смог бы произнести название этого прибора. Я не могу, что его знать, а даже его произнести название этого прибора. То есть вы, в принципе, поддерживаете, что... Ну, что, в принципе, конечно. Ну, вот эти аплодисменты еще раз для нашего победителя, дорогие друзья. Вы знаете, это еще не все. У нас есть еще один пригласительный билет. Это пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко. Дорогие друзья, пригласительный билет на двоих человек достанется тому, кто правильно ответит еще на один вопрос. Мой любимый вопрос. Как называется старинный прибор для измерения направления ветра? Кстати, этим прибором метеорологи пользуются до сих пор, если я не ошибаюсь. Итак, дорогие друзья, 342243. Как называется старинный прибор для измерения направления ветра? Звоните, пожалуйста, и выигрывайте пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко. Может, это флюгер? Нет? Ну, прием, это флюгер. Отлично. Ничего страшного, что мы объявили конкурс нашим телезрителям. Первая, святая, святая, святая флюгер. Дорогие друзья, ну, так получилось, что в нашей студии, да, в нашей студии участники не выдержали и выиграли этот пригласительный билет на двоих. Действительно, флюгер. Ну, вы знаете, не расстраивайтесь, мы для вас сейчас еще один вопрос подберем и еще один пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко обязательно кто-нибудь из вас выиграет. Ну, а сейчас вот у меня, вы знаете, вопрос вот есть для Людмилы. Скажи, пожалуйста, ты веришь, Люда, долгосрочным прогнозам погоды, когда вот человек доходит, например, на месяц-два, пытается как-то определить погоду и успокоить себя или нет? Вот я смотрю, даже Вячеслав Владимирович не позволяет себе делать по тому же паводку долгосрочную прогноз. Ну, Даша, ну, для чего людям это нужно, да? Ну, например, свой отпуск, да, например, люди запланировали в конце месяца, да, сейчас начало месяца. Они хотят знать, какая будет погода, солнечная, дождливая. Они делают это для того, чтобы как-то, каким-то образом, ну, скажем так, организовать свою жизнь, сорганизоваться. Например, если едешь на море, что будет? Будут дожди, значит, берем зонтик, берем дождевик, берем резиновые сапоги. Если будет солнечно, значит, все это переигрываем. Люди хотят знать, что будет, да, для того, чтобы свою жизнь, ну, скажем так, качество жизни было достаточно высокое, да, не попадать в какие-то неловкие ситуации. Ну, на самом деле, эти прогнозы, Наташа, ну, вот как наш вот метеоролог сказал, что невозможно спрогнозировать даже... А давай спросим, вот Вячеслав Владимирович, на самом деле, вот когда человек планирует свой отпуск, да, и он хочет узнать, что его там через месяц ждет, стоит ли ему там идти в отпуск в июне, в июле, есть ли смысл таких вообще долгосрочных прогнозов? Стоит ли этим баловать? Ну, мне понравилось, что еще до того, как я зашел в студию, по-моему, это вы сказали, что невозможно спрогнозировать. Невозможно. А ну-ка, ну-ка, возможно? Я очень с вами солидарен, теперь отвечу вам, как это, в общем-то, в действительности. Самое больное место, самый тяжелый вопрос, это в метеорологии, это долгосрочные прогнозы. Они есть короткосрочные, на трое суток. Здесь, ну, проблем не возникает. Их, в общем-то, оправдываемость очень высока, 95%. Обратите внимание, что когда дают прогнозы где-то в газете, там, в средствах массовой информации, на три дня. Да. На больше. Кофейная гуща, все остальное называется, правда? Нет, нет, не совсем. Ну, примерно. Дальше идут средние срочные прогнозы, это до 10 дней, скажем так, на неделю до 10 дней. Ну, нормальный прогноз. Но там уже вероятность его составляет 80%. А вот те прогнозы, о которых вы говорите, долгосрочные, это от 10 дней туда и дальше. Может быть, 50%. Ну. Что такое 50%? Это может быть, а может быть и не быть. И это не потому, что у нас синоптики такие в нашей стране. Ни в одной стране мира вам не дадут долгосрочный, точный прогноз. Это невозможно. Мне кажется, дело не в синоптиках. Мне кажется, дело в нас, в людях. Мы хотим получить прогноз на месяц, но вот хоть какой-нибудь. И нам его дают. По крайней мере, что-то типа этого. Но официальная служба метеорологически не дает такой прогноз. Нет. Это вы в интернете можете найти такой прогноз, но это разные вещи. А вот, кстати, как вот в интернете, где правильно искать прогноз, чтобы он был точный? Вы сейчас можете зайти на десятки сайтов и российских, и иностранных. И вы найдете даже не то, что на месяц, вы на конец 2018 года можете найти прогноз. А мы так и делаем. Это как гороскоп. Знаете, гороскоп на год. Так и прогноз на целую год. Там уже не то, что 40%. Там уже, наверное, будет минус 20% вероятность этого прогноза. Поймите одну вещь, что эти прогнозы, это чистая математика. Рассчитывают эти прогнозы. Опять, это долго все объясняют. Это разные числовые модели. Но они имеют право на жизнь. Но они, ну как вам сказать, они недействительны. И сходимость их с действительностью почти никакая. Спасибо. Поэтому, если вы хотите знать точный прогноз, это на трое суток. На трое суток. Максимум на неделю. Спасибо большое. Валентина Владимировна, а вот вы верите вообще прогнозам погоды? Или чаще ориентируетесь вот как-то по своим ощущениям, какая будет погода? Я как-то не придаю никакого значения. То есть вам все равно идет дождь или светит солнце? Я люблю любую погоду. А вот кто из вас доверяет народным приметам? Когда вот ориентируется... Нет, я не доверяю. Вот хотелось бы узнать, будут ли в этом году заморозки весенние, как в прошлом году, которые все поотморозили. А в этом году как будет? Ну вот, долгосрочные. С предстоящим. Да, вопрос. Ну, не очень долгосрочные. Вопрос, который всех волнует. Слышать предсказывают на долгом, на лето. Все может быть. Не исключено. Ну, это очень плохо. Дорогие друзья, вот от того, какой будет погода и вообще, насколько мы готовы к ее прогнозам, зависит, ну, все-таки не только будущее и урожай, но и наше с вами здоровье, наше с вами безопасность. Более того, согласись, все-таки погода, она вот эти вот диктует направление в моде, да, она диктует направление в архитектуре, в наших путешествиях, в нашем отпуске. И, наверное, все-таки стоит задуматься об этом не только в День метеорологии, науки, от которой зависит очень многое. Поэтому еще раз хочу поздравить всех метеорологов с праздником, дорогие друзья. Ну, что ж, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о погоде и приближаем весну красивыми песнями. Валентина Владимировна, расскажите, пожалуйста, нам, ой, Валентина Александровна, скажите, кто, что сейчас исполнит? Сейчас Виктор Витошкин, наш участник, споет песню «В мире есть красавица одна». Это любимая его песня для женщин. Итак, дорогие друзья, поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ В мире есть красавица одна, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Вы знаете, если вы хотите стать участником или зрителем нашей программы, оставляйте, пожалуйста, свои заявки в нашей группе ВКонтакте. Группа Добрый вечер Гомель, вы знаете, это прекрасная возможность узнать анонсы следующих передач, высказать свое мнение о нашем проекте, предложить даже интересную тему для обсуждения вот в этой студии. Кстати, все выпуски нашей программы вы также можете найти ВКонтакте в группе Добрый вечер Гомель. Я напоминаю, что сегодня Всемирный день метеоролога, все мы ждем весну с нетерпением, вот поэтому решили сегодня в прямом эфире поговорить о погоде. И у нас еще один вопрос для конкурса. Разыгрываем билет на спектакль «Баба Шанель», который состоится в ГЦК в городе Гомеле 25 марта. Вопрос очень простой. Внимание, когда, при какой температуре, я попрошу только участников не подсказывать, да, при какой температуре вода превращается в снег, а снег в воду. Не слишком легкий вопрос? Слишком. 34-22-43. Дорогие друзья, все для того, чтобы вы выиграли пригласительный билет. Ждем ваш вариант ответа. И вы знаете, сейчас мы поговорим об очень важной теме, о метеозависимости. Вот о том, как погода действительно влияет на наше самочувствие. Вот прямо сейчас в этой студии расскажет врач-валиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, декан факультета довузовской подготовки Гомельского государственного медицинского университета Людмила Григорьевна Соболева у нас в гостях. Встречайте, пожалуйста. Людмила Григорьевна, добрый вечер. Мы, вы знаете, ждем вас уже с нетерпением, да, потому что у кого-то голова болит к дождю, у кого-то суставы ноют к туману, и нам очень нужна ваша помощь и консультация. Вот метеозависимость, да, вот это слово, оно же так на слуху сегодня у многих, и даже у тех, мне кажется, кто не имеет медицинского образования. Вот на ваш взгляд, что же это такое? Это все-таки реально существующая какая-то проблема или все-таки такое больше, ну, скажем, извините за это слово, массовое какое-то такое помешательство? Ну, давайте начнем с того, что у нас с самого рождения в нашем организме уже заложены определенные реакции на определенные раздражители. И это свидетельствует о том, что наш организм функционирует нормально, и наши адаптационные возможности работают в норме. Что касается метеозависимости, то сегодня многие страдают метеозависимостью, и по последним статистическим данным, каждый третий житель среднего региона испытывает на себе симптомы метеочувствительности. То есть вот как-то погода, да, когда она меняется? Мы прервемся буквально на секунду. У нас есть, по-моему, ответ на вопрос. Интересно, правильно или нет. Повторю вопрос, когда вода превращается в снег, снег в воду, при какой температуре. Добрый вечер. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста, потому что наши участники уже просто готовы дать правильный ответ. Мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Ксения. Ксения. Слушаем, вы знаете ответ на вопрос, когда вода превращается в снег, а снег в воду? Ну, при минусоводной культуре вода превращается в лед, а при минус один, и от нуля и плюс она превращается в воду. Ну, в принципе, в принципе правильно. Но вообще есть такая температура, которая называется ноль градусов. Плюс-минус ноль такое есть. Вот, плюс-минус ноль. Ну, раз сказали вот сегодня у нас вот самый главный метеоролог, да, сказал в студии, что правильно, этот пригласительный, пригласительный ваш. Спасибо вам большое за этот звонок. Вы знаете, Ксения, у вас есть возможность поздравить всех метеорологов с праздником, с их профессиональным днем. Я боюсь это слово не выговорить. Всех, давайте, любителей и профессионалов погоды, да, можно так сказать. Ну, поздравляете. Я не только их, я всех людей хочу поздравить с тем, что весна, лед тронулся, весна идет вперед, и желаю всем прекрасного настроения, солнечных деньков и всего самого доброго. Спасибо, Ксения, эти аплодисменты для вас. Спасибо вам большое. Итак, мы говорим о метеозависимости. Коротко и, если можно, ясно. Вот что такое метеозависимость? Как она вообще определяется? Если говорить в целом, то существует три типа реакции нашего организма на капризы природы, можно сказать так. Первый тип реакции – это метеочувствительность. Когда даже самый здоровый человек может испытывать либо головные боли, либо это озноб, либо это недомогание, либо это рассеянность. Второй тип реакции – это уже метеозависимость. Когда даже самые незначительные изменения в погоде уже также сказываются на организме человека. И в этот период обязательно обостряются хронические заболевания. Либо это сердечно-сосудистая система, либо это опорно-двигательная аппарата, эндокринная система и ряд других систем. Ну и третья реакция – это уже, конечно, метеоневроз. Это является невротическим симптомом. Он также влияет на организм. И это свойственно проявлениями такими, как человек может чувствовать себя очень плохо, но давление, температура, сердечный ритм может быть в норме. То есть это какие-то даже психологические моменты? А вот как ты считаешь? Наташа, мне хочется задать вопрос нашей гости. Скажите, а кто более склонен к этому? Городские жители или те, кто живут ближе к природе? Конечно, больше городские. Потому что городские жители, они более подвержены стрессовым факторам. И мы живем в таком времени, когда постоянно подвергаемся стрессам. И поэтому, конечно, это городские жители. И нет защиты от природы, правильно? Такого сильнейшего гармонизатора. Совершенно верно, согласна. Людмила Викторовна, если я правильно поняла, то группа риска – это люди не столько пожилого возраста, сколько у кого есть хронические какие-то заболевания. Это не только. Это и пожилые люди, это и молодые, это и дети маленькие до 5 лет, это и женщины, которые испытывают какие-то гормональные перестройки в организме. Это и люди, которые имеют какие-то хронические заболевания. Это эндокринная патология, опорно-двигательная, сердечно-сосудистая система, а также заболевания нервной системы. Ну и, конечно, люди, которые ведут неправильный образ жизни. Люди, которые ведут неправильный образ жизни. Вот эти уже тут уточнять и не надо. Конечно. Мы прервемся буквально на несколько минут. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, Наталья, гость из студии. Здравствуйте, Герасим. Мы вас узнали теперь. Мы очень рады слышать вас. Спасибо, что вы вспомнили меня. Очень рады. Во-первых, я хочу поздравить всех наших синоптиков с праздником. Метеорологов и синоптиков. Спасибо. Нет, я слово не выговорю. Спасибо большое. Желаю всем нам и хорошей погоды, и не только в доме. И хочу бы подарить всем вам лирическое стеотворение о погоде, о летней погоде. Не оставляйте любимых под дождем. Платье легкое одето, без печали и забот. В институт бежала света и попала в переплет. Друг негаданно, нежданно, дождь палил, как из ведра. А красавица Светлана без зонта тогда была. Она вымокла мгновенно. Платье к талии прилипло. Сексуально, бессомненно, только горлышко осипло. Что за чертова погодка? Все ругались кулачок. Накануне ж была сходка. Говорил-то мужичок, что на Гомельщине будет без осадков, без ветров. И поверили ведь люди, и пошли все без зонтов. Если честно, откровенно, тайно в Светку я улюблен. Я приду к ней непременно и куплю ей парасон. На дворе был летний дождик, Гомель. Мокрый был, как я. Подарил я Светке зонтик. До сих пор мы с ней друзья. Спасибо вам. Спасибо большое, Герасим. Вы знаете, чудесное стихотворение. Мне кажется, оно о том, как перипетит погода и наша жизнь, насколько она взаимосвязана. И вот, кстати, вот такое замечательное чувство, как любовь. Мне кажется, оно очень-очень зависит, кстати, от изменений погоды. Но, к сожалению, наше здоровье, дорогие друзья, зависит очень сильно от погоды, от ее изменений. Мы говорим сейчас о метеозависимости. На самом деле, очень важная тема. Есть вот сообщение Вайбер от Елены. Почему перед дождем ноют суставы, а в пасмурные дни болит голова? Ну, я так думаю, это именно у Елены такой барометр. А вообще, если серьезно, Людмила Григорьевна, с чем вообще связано ухудшение самочувствия именно при ненастной погоде? Почему именно перед дождем действительно может болеть голова, появляться слабость, именно ныть суставы, сосуды, кости, суставы? Почему именно они реагируют на изменения погоды? Ну, вообще, наш человеческий организм, он реагирует на изменения погоды через нашу кожу, которая имеет множество нервных рецепторов. И если изменяется погода, конечно, наш организм также реагирует на эти изменения погоды. И происходят изменения во всех органах и системах. Но следует сказать, что также в нашем организме, когда изменяется погода, сгущается кровь, нарушается циркуляция крови, что в результате чего наш мозг испытывает нехватку кислорода, гипоксию, и что вызывает соответствующие изменения. Идет, угнетается наша иммунная система, наши адаптационные возможности снижаются, поэтому возникают вот такие симптомы. Ну, вот я, например, хотела узнать конкретный такой вот ответ специалиста, как атмосферное давление, вот в принципе, влияет на артериальное давление человека. Это кровь сгущается или что-то другое происходит? Вообще существует как бы три степени зависимости атмосферного давления на артериальное давление. Это прямая, частная и обратная. Зависимость. Да, прямая, частичная и обратная. Что значит прямая? При прямой зависимости, при увеличении атмосферного давления, артериальное давление увеличивается. И при уменьшении атмосферного давления артериальное уменьшается. Это характерно для гипотоников. Давайте точнее, для тех, кто не знает, гипотоники, это... Это когда понижено артериальное давление. С низким давлением. Да, вот даже зрители в студии у нас, гости, также это всё прекрасно знают. Второе, частично, это когда при влиянии атмосферного давления увеличивается либо изменяется, либо уменьшается одно давление, либо это систолическое, либо дистолическое, либо верхнее, либо нижнее. Верхнее, нижнее, так. Да, это частично. И обратное, когда при снижении атмосферного давления увеличивается артериальное давление. Это характерно для гипертоников. Вот такие вот реакции. То есть вот так вот всё взаимосвязано. Да, вот такая вот зависимость. Вот Мария сообщает нам в Вайбере, что она очень метеозависимый человек, её организм точно реагирует на все изменения погоды. При магнитных бурях очень болит голова, и она сразу пьёт таблетки. Вот, кстати, магнитные бури. Вот было время, когда, помните, когда о магнитных бурях ходили просто анекдоты? И никто вообще не верил в то, что что-то типа магнитных бурь может влиять на организм. А сегодня, ну, по крайней мере, даже существует статистика, что во время магнитных... Ну, такая неофициальная, во время магнитных бурь люди чаще обращаются к врачу. Но я знаю, что даже синоптики предсказывают магнитные бури, да, Вячеслав Владимирович? Конечно, обязательно. Вот это есть, да. Людмила Григорьевна, расскажите нам, как же влияет на наше здоровье магнитная бурь, и есть ли какой-то способ уберечься вот от этого разрушающего такого... Ну, на магнитные бури реагирует полностью весь организм. И если у человека имеются хронические заболевания, то действие этих магнитных бурь будет сильнее. Конечно, это будут и головные бойни, это будет и бессонница, это будет и учащенное сердцебиение, это и головокружение. А давление может подниматься? Конечно, и скачки артериального давления. Это также свидетельствует о влиянии магнитных бурь. И также, как я уже говорила ранее, и также влияет на кровь, на изменение кровотока, увеличивается либо меньшая скорость кровотока, что, соответственно, приводит к нарушениям, обменам и так далее. А вот можно ли как-то подготовиться к изменению погоды? Вот скоро нам обещают резкое потепление, если я правильно все понимаю. То, в принципе, что вы посоветуете нашим зрителям? Носить с собой валидол, таблетки от давления или заняться спортом? Какие будут ваши рекомендации? В первую очередь, это следить за прогнозом погоды. Обязательно. Аплодисменты, мне кажется. Этот совет заслуживает аплодисментов. Спасибо. Но, во-вторых, если у вас уже имеется какая-то хроническая патология, то, конечно, держать лекарственные препараты экстренного реагирования, чтобы они всегда у вас были под рукой. Конечно, это умеренные физические нагрузки, это нормальное, правильное питание, это также обязательное пребывание на свежем воздухе. Не переутомляться, по возможности воздержаться от стрессовых факторов, высыпаться, конечно. Ну и позитивное настроение. Ну, в принципе, вот вам, дорогие друзья, рецепт, и как подготовиться к скорой весне, которую мы вот ждем, ждем, и она вот-вот придет. Людмила, а можно ли вообще справиться с зависимостью от погоды с помощью каких-то, допустим, нехитрых психологических способов? Наташа, вот мне было очень интересное сообщение про женщину, что она говорила, что вот я вот посмотрю прогноз такой-то, так я уже заранее пью таблетки, да? Но вот интересно, что организм... Она считает, что она метеозависимая? Да, она считает, что она метеозависимая. Ну хорошо, а если бы она считала, что она абсолютно здоровая, она крепкая, сильная, что ей все по плечу, что она легко и просто справляется с этими ситуациями? То есть я о чем говорю? Может быть, ей другой опыт попробовать в жизни, да? Что-то другое, да? Или, например, там, за колясом, то есть что-то другое. Это ведь очень просто. Взял таблетку, ну хорошо, завтра у тебя не будет этой таблетки. И что? Как это называется? То есть твой совет попробовать все-таки понять, метеозависим ты или нет, да, для начала? Наташа, да не уговаривать себя, не приговаривать, не выставлять, ну это просто приговор. То есть таблетки носить с собой, но употреблять их только по... Но вести правильный образ жизни, да. Но вести правильный образ жизни и в правильными мыслями жить. Потому что, конечно, если будут такие мысли, а мысль материальна, то, конечно... Вот это в нашей студии... Конечно, она в нашей студии есть молодой человек, которому 81 год, и в начале программы он сказал, что он не зависит от изменений прогноза погоды и совершенно не метеозависимый человек. Не влияет. Не влияет никак. Подтверждаю. А что вот если у вас что, и грустного настроения не бывает, если дождь идет? На непогоду и на всякие изменения у меня ничего не происходит. Ну вы знаете, аплодисменты, потому что настоящий активист у нас в гостях. Даже ни зла, ни никакого нет. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я просто хочу еще раз напомнить, что в прямом эфире на Беларусь 4 программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня Международный день метеоролога, и мы поздравляем всех метеорологов с этим праздником и решили поговорить о погоде. У нас еще есть немного времени, и сразу после рекламы вы узнаете, как укрепить сосуды, чтобы любая погода была в радость. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о погоде и метеозависимости. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Меня вот такой вопрос. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Василий Васильевич. Василий Васильевич. Василий Васильевич, очень приятно. Мы вас слушаем. Ну, вот у меня в 12-м удовольствии, ну, круг нашего вот в этой инфарктной карты, мне сделали финансирование, да? Вот. Ну, плюс по счетовидке на участие, ну, считали, было как-то пропадная лязь, вот тоже на участие. Мне хоть какие льготы есть, нету ли, так далее и тому подобное. Ну, мы знаете, мы с вами говорим о погоде. Вряд ли кто-то из наших участников сможет ответить на льготы. Но, может быть, кто-то посоветует, куда обратиться. Спасибо вам большое за звонок. Мы желаем вам здоровья. Спасибо. За здоровье, спасибо, конечно. Спасибо вам большое. Ну, вот льготы в такой ситуации, ну, я не знаю, на самом деле. Наверное, стоит обратиться в свою поликлинику. Я думаю, там в принципе можно, да. Можно будет получить ответ на вопрос. Но, дорогие друзья, времени передач осталось как бы немного, и у меня есть вопрос для Виктора Петровича. Виктор Петрович, вообще у меня вопрос вот к вам, нашим артистам. Что вам позволяет вот в 70-80 лет так хорошо выглядеть и быть таким активным человеком? Маташа, я очень польщен вашей оценкой такой, что в действительности, но я такого разницы у себя не замечаю. Что моя биологическая старость запаздывает от физиологической, календарной, так это уже не моя заслуга. Все, я живу в тех условиях, в тех среде обитания, как и все люди. Просто что? Я живу в своем доме, частном. Проживая в этом доме, всегда, во всех случаях, ежедневно, мышечная нагрузка на организм, движение. Зарядку делаете, да? Все, да. Ну, в доме, огород, все такое, все в порядке, безусловно, и строительные работы, и уборочные, все, что нужно. Все познал я в своей жизни. Поэтому, в первую очередь, я отношу на успехи в этом деле, самочувствие, мышечная нагрузка. Дивана, я не знаю, что это такое. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Спасибо большое. Дальше, если говорить. Очень уважаю, чтобы мой организм спокойно отдыхал. А, режим и сон. Слуга жизни – это сон. Сколько часов вы спите? Достаточный и бодрый, чтобы встал утром, не было в голове всяких мух. Не ходило так. И что? Самое главное – не быть пищевым наркоманом. Умеренное питание, особенно уже в моем возрасте, я больше всего налегаю на салаты такие, на легкие блюда, на такое, чтобы мясо такого я особо не употребляю. Но салаты, всевозможные домашние консервации, с удовольствием с картошкой есть. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, как вам такие рецепты? Что сказать, Лидия Викторовна? Полностью согласна. Человек ведет правильный, здоровый образ жизни. В 81 год? Конечно. Дорогие друзья, вы когда-нибудь задумали, что и в 81 год можно начинать жить правильно, и тогда никакие метеозависимости, да, вам не страшны. Но, вы знаете, Валентина Александровна, мы уже так заинтриговали перед рекламой наших зрителей рецептом молодости и здоровых сосудов, поэтому ждем с нетерпением ваш рецепт. Рецепт. У меня есть такой рецепт, о котором я узнала не так давно. Это церковный рецепт, который рекомендуется употреблять в дни поста. Вот как раз актуально. Да, как раз сейчас актуально этот рецепт. И я сегодня утром даже его сделала и принесла сегодня вас угостить. Я думаю, что можно предложить. Да, я сейчас скажу состав его. А Люда пока попробует, пожалуйста, угощайтесь. А для гостей вот принесла, чтобы они попробовали, что это за рецепт. Рецепт состоит из семи ингредиентов. Курага, чернослив, изюм, инжир, лимон. Это все пропустить через мясорубку. Добавить орехи грецкие, можно ножичком порезать их, чтобы они покрупнее были, не порошок. И мед. И употреблять по столовой ложке натощак. Но когда я сделала этот рецепт, он мне так понравился, что я в течение дня не удерживаюсь. То есть я подбегаю, когда чаек грею. Мне тоже уже нравился. Да, подбегаю. И ложками. Отлично. Поэтому мне быстро. Как вам такой рецепт? Я смотрю, вы тоже попробовали. Как вам такой рецепт молодости, здоровья? Ну, это лекарство, я знаю. Это и лекарство. Да, потому что в этом составе очень много и витаминов, которые очень полезны для нашей сердечной мышцы. Иммунитет поддерживает. Конечно, это и натрия, это и калия, это и магний, да, которые очень полезны для сердечной мышцы. И, конечно, очень укрепляет наш иммунитет. То есть, в принципе, это можно рекомендовать для людей, которые боятся перепадов по голове. Конечно. А, я ещё не сказала, можно всё по 200 грамм, только инжир 100 грамм. Вот, кстати, хороший повод ещё раз повторить рецепт. Я попрошу режиссёра ещё раз его показать. Спасибо вам большое. И пока мы показываем рецепт здоровья, я хочу зачитать несколько сообщений. Итак, давайте вот лакомство 7 витаминов. Да, курага, чернослив, изюм, грецкие орехи, мёд, инжир 100 грамм. Всё это перетереть и употреблять, оздоравливаться, омолаживаться. Вот, спасибо вам большое за этот рецепт. Итак, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И вот есть сообщение в Вайбере. Юрий поздравляет синоптиков, метеорологов с праздником. С праздником побольше точных прогнозов и тёплых дней. Спасибо, Юрий. Татьяна Марковна пишет, что у неё есть тоже рецепт, как укреплять сосуды. И чтобы не зависеть от погоды, делайте утреннюю гимнастику, вечернюю прогулку. И следите за питанием, и погода всегда будет вам в радость. Татьяна Марковна, спасибо вам большое. Спасибо за этот рецепт, эти советы. Вы знаете, я уже хотела заканчивать программу, но у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Как вас зовут? Ну, разрешите поздравить всех-всех присутствующих. И метеорологов, и синоптиков, и тех, кто каждый день по этой погоде, с хорошим настроением, каждый день... Дает нам погоду, да? Я хочу обратиться к Наталье, к ведущей. Она всегда... Наташа, по-моему, да? Да, это я. Она всегда в хорошем настроении. И нам создает... Именно она создает уют, погоду, тепло и радость. Спасибо. Я же вас десмущалась. Я хочу, что-то стишья, прочитать по поводу погоды. Слушаем. Значит, если будет любовь, так будет, я говорю, в любом случае хорошая погода. Подари мне любовь, подари мне страдания, чтобы жизнь моя вновь ощутила дыхание Твоих ласковых губ, твоих слез умиления, сердце радостный стук и души обновления, Твоих чудных ресниц, твоей ясной улыбки, золотистых зорниц из очей твоих чистых. Чтобы жизнь моя вновь ощутила дыхание, Подари мне любовь, подари мне страдания, Подари мне любовь. Вас беспокоила Рэм. Спасибо вам большое. Практически о погоде стихотворение было, да. Вы знаете, спасибо, такой интересный финал получился в нашей программе. Ну, я думаю, что вы посвятили это стихотворение всем женщинам, которые сейчас смотрят нашу программу. Вы знаете, я хочу поблагодарить всех наших телезрителей, всех участников нашей программы за сегодняшний эфир. И, конечно же, закончить эту программу, этот добрый вечер прогнозом погоды на выходные дни. Итак, вот, Вячеслав Владимирович, что нас ожидает в эти выходные дни? Что нам готовить? Зонтики, лыжи, санки? Расскажите. Ну, прежде всего, ждать весну. Осадки в ближайшие дни. Выходные не ожидаются. Ночью небольшие минусовые температуры. Днем плюсовая температура уже идет. Суббота, воскресенье понемножку будет температура подниматься. Довольно-таки будет комфортно, ясно, солнечно. Ну, и в понедельник уже почти весенняя погода, до 10 градусов у нас по области. То есть в туфельках на работу уже? Ну, подождите уже в туфельках. Не торопитесь так сразу. Вот плюс 5, плюс 10 в понедельник в дневное время. И уже начнут отступать морозы по территории области. В понедельник 0, минус 5. Ну, уже ближе к нулю. Так что с каждым днем все будет теплее и теплее. Ждем весну. Весна на подходе. Уже практически дождались. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, если вы хотите стать участником или зрителем нашей программы, оставляйте, пожалуйста, свои заявки в нашей группе ВКонтакте. Группа «Добрый вечер, Гомель» — это, вы знаете, прекрасная возможность узнать анонсы следующих передач, высказать свое мнение о нашем проекте, задать вопросы нашим участникам накануне или во время передачи, а также предложить интересную тему для обсуждения вот в этой самой студии. Кстати, все выпуски нашей программы вы также можете найти в записи ВКонтакте в группе «Добрый вечер, Гомель». Ну, а я прощаюсь с вами. Это был еще один «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Вы знаете, я желаю вам солнечного настроения и всегда хорошей погоды. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»